Электромобили становятся все популярнее во всем мире. Молдова не исключение. В столице сейчас работает около 15 станций для их подзарядки. Как платных, так и бесплатных, расположенных на парковках у некоторых крупных супермаркетов. А в ближайшем будущем на буйканах появится еще шесть таковых. Процесс зарядки очень простой. Есть вот такой провод. Вы подключаете один из разъемов. К зарядной станции. И второй разъем к автомобилю. После чего вся зарядка автомобиля осуществляется с помощью приложения. Однако этих станций недостаточно утверждают владельцы экологического транспорта, поскольку для зарядки автомобиля на 100% требуется почти два часа. Поэтому зачастую в таких местах формируется очередь. Единственная проблема, которая требует решения, это количество зарядных станций. Мы сейчас находимся возле одной из таких зарядных станций. К сожалению, их пока меньше, наверное, раз в 10, чем должно быть. По городу я заряжаюсь очень редко, потому что всегда есть очередь. Ну и плюс ты не можешь подъехать куда-то и просто там на 3-4 часа бросить машину. Сталищные власти решили поддержать тенденцию экотранспорта. Так к марту на Бойюканах появятся шесть дополнительных станций для зарядки электромобилей. Таковые будут установлены на улицах Ливиу Деляну, Николай Кастин, Штефан Ниага, Григорий Александреску, Калумна и Гидигичи. Водители электромобилей говорят, что решились на дорогостоящую покупку из-за множества преимуществ перед дизельными и бензиновыми автомобилями. Главный плюс – это, конечно, экономичность. Она в несколько раз экономичнее любой другой экономичной машины на двигателе внутреннего сгорания. Момент, когда вы нажимаете на педаль газа и момент реального ускорения – это практически один и тот же момент. На машине с двигателем внутреннего сгорания есть какая-то задержка. Вот этот компьютерный звук – это все, что есть. Это все звуки, которые есть. Нету вот этого тарахтения двигателя, вибрации. Ничего этого нет. И это не перестает удивлять. Это просто као. Во многих странах мира доля этого экотранспорта уже превышает 1% от общего количества автомобилей. В нашей стране есть куда еще расти, чтобы достичь этого показателя до 10 тысяч электромобилей.